Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. А давайте сейчас я вам поотвечаю на ваши комментарии и вопросы к тому видео, где написано «Ужас, вот она, благодарность за приют». Вкратце, о чём это видео, это очень интересное видео. Сегодня я увидела эту новость, и я не могла сдержаться, чтобы не сделать на неё своё резюме, потому что выразить свою точку зрения, но это будет правда, а зачем я буду обманывать? Значит, уже оказывается, одного поймали. Да, это сирийский беженец. Сирийский беженец – это потому, что он из Сирии. Там кто-то мне писал про национальность, я вам ещё раз говорю, национальность, он может быть даже по национальности и не сириец. В Сирии разные национальности живут, поэтому не надо подменять понятия. Подмена понятия не есть хорошо. Дальше поехали. Это страшный поступок, который банда сирийских беженцев совершила, и одного уже поймали. Ему 25 лет здоровый парубок. Вместо того, чтобы защищать свою родину, ходит, женщин сбивает немецких, гостеприимством пренебрегает немецким, бессовестный, пьёт воду, кушает хлеб с этой земли и вот так ведёт себя, покарает его Аллах. Дальше пошли. Это 100%. Потому что я знаю, я родилась и выросла в мусульманской стране. Открою вам ещё один секрет. И я знаю законы их. Знаю. Не надо мне рассказывать сказки. Итак, Людмила Разумова мне пишет. Не надо читать Библию. Это жизнь еврейского народа. Надо читать утренние и вечерние молитвы, Евангелие, канон Ангелу-Хранителю и по одной кофизме в псалтере. Вот что надо читать простому мирянину. Читайте, Людмила Разумова. Читайте. Я думаю, что мы с вами не встретимся там, где надо встречаться. А теперь, Людмила, я вам открою кое-что. Я ответила на вопрос. Людмила, говорю, я обязательно буду читать всегда Библию. Обязательно буду читать. Как я и делаю, это уже почти 20 лет. А как же вы узнаете Бога? Только через Слово Божье. Вначале было Слово Священное. Так написано в Библии. Вы что, хотите, люди, чтобы не узнали Божьего Слово? Кто вас этому научил? Кто вас этому научил? Глубоком вы сейчас заблуждении. Вот я написала, вы это меня удивили. И я пообещала, Людмила написала, я подробное видео сделаю, зачем надо читать Библию. А теперь я на Библию. Девчонки, приготовьте кофе. Это будет интересное видео. Теперь я перевожу на Библию. Читаю вам. Библию. Это не история израильского народа. Это история всего христианства. Это уставы, законы. Это молитвы. Это жизни святых людей. Это откровения. Это предсказания того, что будет. Это то, что было. То, что есть. Это то, чем мы питаемся. Это то, как мы обороняемся и живем счастливо в этом. Вот что это такое. Плохо, что вам неправильно сказали. Плохо, что вас ввели в заблуждение. Выходите оттуда, Людмила Разумова. Выходите скорее. Библия говорит, вот у вас будет там откроется книга Иисуса Навина. Когда вы прочитаете Бытие, вы прочитаете Исход, затем вы прочитаете Левит, потом вы прочитаете Числа, потом вы прочитаете Второзаконие, потом вы прочитаете Навина. И вот дойдете до Навина, книга Иисуса Навина. Здесь беседа Бога идет. То есть через Него Он к нам говорит вот так. Посмотрите, что нам говорит Бог. И я вам скажу, буду ли я ваше мнение слушать после этих слов или не буду. Смотрите, почему я не слушаю простых мирян. Вот вы себя называете простая мирянка. Почему я вас не слушаю? Потому что Библия мне вот что говорит. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Иначе как же вы узнаете, что здесь в точности надо исполнять, а что не надо? Как вы это поймете? А дальше? Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Дальше у меня вопрос к вам. Как же тогда вы будете успешны? Значит, кто-то вас завел в заблуждение, чтобы вы не были успешны? Нет. Если вы со мной, я вам говорю, Людмила Разумова, читайте Библию. Знаете для чего? Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Надеюсь, я вам ответила на ваш вопрос. Поехали дальше. Следующее. Следующее идет вот что у нас. Ну, Татьяна Ксавьер написала очень жестко так. Она написала, твари, они и есть твари, нелюди. Это шайтаны, да. Шайтаны и есть твари. Их еще называют демоны. Их еще называют бесы. Дальше пошли. Далее Буткувена. Вот что мне пишет далее. Доброго дня, Катюша. Это за здравие, эти здоровые молодые люди. Зачем так делать? Ведь они должны свою родину защищать. Вот это мое тоже мнение. А не беспорядок делать. Это не беспорядок, Далья. Это не беспорядок. Это жестокость. Это убийство. Это уничтожение немецкой женщины. Она ведь умереть могла. Они же на это рассчитывали. Представляете, что это? Это больше, чем вы думаете. Это не беспредел. Нет, нет, нет. Нет, это я просто не хочу об этом говорить. Иначе тут посыпется такое. Но я это знаю. Я-то знаю, что они делают. Я знаю. А вы пишите. Они... Они карстуют и ничего нельзя поделать. Они провоцируют. Они провоцируют то, что они выведут немцев из себя. И тогда уже, конечно, будет места мало. Дальше пишут. Это они такие смелые, когда их дали по пять, по семь. А когда... И на одну женщину. И на одного кого-то. А когда... Один он. И видит один на один. То они совсем другие. Дальше. Это же бесы. Это шайтаны. Бесы-шайтаны, как их называют. Они... У них нет ни веры. У них нет ни матери, ни отца. У них нет ничего. Это моё мнение. Кто так себя ведёт. Порядочный человек. Верующий. Он так вести себя не будет. Ну и потом у него в одной руке бутылка. В другой сигарет. Вот он оторвался в Германии. Думает, что Бог его не видит. Смотрим дальше. Петр Петров пишет. У Меркель нет собственных детей. Ну я об этом не знаю. Она не ездит в метро и не возвращается вечером с работы без охраны. Она далека от своего народа. Политический интерес прежде всего. Говорят, что сердца правителей в руках Бога. Бог из большой буквы надо писать. Значит, её политика для чего-то нам даётся. Может, мы не тех выбираем и не так думаем. Не, в Библии я не видела, чтобы написано, что сердца правителей в руках Бога. Вообще мы все в руках Бога. Мы все в руках Бога. Все. Но есть, которые отвернулись от Бога сами. И многие люди уже сами того не желая в совсем других руках. Потому что есть и другие руки. Господь Бог даёт нам полную демократию, право выбора. Вот кто-то выбирает другое. Марина Хаскина пишет. Катюша, всё верно. В Сирии война была направлена против старой Европы. О, видите, подтверждает мои слова. Чтобы за счёт Европы разрушить нас. Приехал сброд. Вот посмотрите, что пишет Мариша. Приехал сброд без документов. И требуют беженцы. Вот, видите, сброд. Я же говорю, здесь все. И требуют всё. Беженцы не хотят учить язык. А тем более работать. Я живу в тихом районе, но у нас построили три лагеря для беженцев. Уже было несколько случаев изнасилования. Возраст жертв разный. Вот так у нас спокойно. Вот так. Это гостеприимством. Вот так вот они. Видите, какие они хорошие. Ну, а если честно, Марина, вы правильно написали. И далее правильно написала. И я правильно сказала. Если у вас в стране идёт война, то не прятаться надо в Германии, отсиживаться, пока там люди страдают. А у меня есть друзья. Сейчас я вам расскажу. Я, когда училась в молодости, у меня были друзья. Они были из другого института. Они были из медицинского института и из института народного хозяйства. Мне до института учились сирийцы. Одного звали Басан. Другого звали Юсиф. Ну, и другие ребятки. Ну, вот этот Басан, он был медиком. И он стал врачом. Закончил медицинский институт. Стал врачом. Вернулся в Сирию. Вы знаете, где он сейчас? Мы переписывались как-то по Фейсбуку. Так вот я сейчас скажу. Вот сейчас этот Басан работает врачом в самой горячей точке в Сирии. Вот он защищает свою страну тем, что он лечит пострадавших. И посмотрите, что делают вот эти. Вот посмотрите, что они делают. Когда он освободится, когда прекратится война, мы опять спишемся по Фейсбуку. Я обязательно ему напишу про вот эту ситуацию. Вот видели, я согласна полностью с Далей, что эти здоровые люди, которым по 25, по 27 лет, которые одного уже поймали, они должны быть там, где им положено быть, на своей родине, защищая её. Они, видите, какие? Никакие непонятные вообще. Непонятные. Ладно, когда женщина, да, с детьми прячется, беженка. Но когда здоровые мужики, это мне непонятно. Дальше Татьяна Пронькина. Добрый день, Катюша. Нашла рецепт с Калиной от гипертонии. Ну, поставила, сделала. Катенька, подскажите, пожалуйста, пить курсами или постоянно? Понемножку, постоянно. И ещё один вопрос. Коньяк не будет повышать АД? Будет. Лучше не... Коньяк лучше не пейте много. Вот. Коньяк расширяет сосуды. Он не повышает АД. Он расширяет. Ну, смотря в каком... Подождите, в каком количестве вы собираетесь пить коньяк. Лучше его вообще не пить, честно говоря. А по капелькам чуть-чуть, вот то, что вы лекарства там делали, по чуть-чуть, то да, как капли, знаете, которые на спирту. Мира, здоровья и будьте благословенны Господом. А вообще, Танюша, вы сначала советуйтесь со своим доктором, если он у вас нормальный. Если он вас антибиотиками не посылает и со списком. Итак, Юсуф Назар пишет мне. Катенька, вы большая молодец, а еще в Библии написано, любите врагов ваших. Я ответила ей. Они не враги, Юсуф Назар. Они не враги нам. Вы зря так говорите на этих молодцев здоровых, на шайтанов на этих. Они не враги, они просто шайтаны. Библия не учит любить шайтанов. Библия учит гнать шайтанов из своей жизни подальше. И из мудрости древних по мыслям вашим да будет вам, Катенька. Конечно, мне будет по мыслям моим. По мыслям моим так. Женщину вот так вот, в спину, вот этот мужик. По моим мыслям, шайтаны они. Вот такие у меня мысли. А вы как? А у вас другие мысли? Ладно, если бы это была ваша мать, шла одна вот так, а не ее в спину. Вы бы по-другому сейчас мне говорили. Если бы это была ваша дочь, вы бы мне тоже по-другому сейчас говорили. По вашим мыслям будет вам тоже. Вы пишете теперь про нацию, переводите. Сейчас вы занимаетесь заменой понятий. Вы пишете, плохие, злые люди существовали всегда во всех нациях. Слушайте, давайте перестанем вот это вот. Вы знаете нацию? Какая у них нация? Я сказала, кто они по нации? Я что сказала, кто они по нации? Я сказала, что они сирийские беженцы. А кто они по нации? Страна Сирия, так же, как и страна Россия. Вы понимаете, мне очень тяжело говорить с человеком, который, ну, мягко говоря, недопонимает. Если говорят российские беженцы, это русские, значит, или что? Вот российские беженцы, как вы понимаете? Украинские беженцы, это украинцы? Сирийские беженцы, я сказала. Как написано в статье, так я и сказала вам. Вы переводите, вы занимаетесь подменой понятий. Сейчас вы берете и говорите, так, что это плохие, злые люди существовали во всех нациях, вы пишете. То есть, видите, чем вы занимаетесь сейчас? Послушайте учение Абраама, послушайте другое учение, следуйте правилам, вот я вам сейчас включу, посмотрите, давайте посмотрим, они мусульмане, давайте посмотрим, они себя так назвали, которого взяли, схватили, он говорит, я мусульманин, смотрите сюда, что написано у мусульман. Давайте почитаем, я лучше вас знаю, наверное, потому что я родилась и выросла среди мусульман. Читаем. Гость не должен делать того, что может не понравиться хозяину дома или другим присутствующим, и должен избегать слов и поступков, которые могут вызвать неприязнь и отвращение. Как вы думаете, этот человек, что сделал? Вызвал он неприязнь? А? Вызвал. Правда же? Дальше пошли. Дальше написано. Нельзя использовать обидные слова, даже если хозяин дома или другие гости придерживаются иных религиозных и политических взглядов. То есть, если человек даже другой религии или у него другие политические взгляды, даже нельзя обидные слова использовать. Не то, чтобы вот так вот бить в спину, хозяину. А уж я уже не буду говорить о том, когда вы уже съели хлеб из его рук, из рук этого хозяина и пили воду с рук этого хозяина и спите на кровати этой хозяйки, которая платит налоги в этой стране, чтобы принимать беженцев. Я думаю, что я вам Юсуф Назар 33 ответила достойно. А там, понимаете, как хотите. И знайте, что вот так себя ведут. Вам даже любой мусульманин, ну, если он мусульманин, ответит вот так, с бутылкой, вот так вот, с бутылкой и с сигаретой. Беженец из Сирии. Вот он, беженец из Сирии. Слышали меня? Беженец из Сирии. Я не говорил о его национальности. Кто он? Курт, турок, сирийц, струкменник. Кто он? Я не говорила. Смотрите. Я не говорила, он немец, украинец. Кто он? Смотрите, что делает. Смотрите, сейчас он ее пихнет, долбанет в спину немки, которая платит налоги, чтобы он сжрал, чтобы он пил, чтобы он спал. Посмотрите, что он сделает. Посмотрите, что он сейчас делает. Теперь смотрите, что происходит дальше. А в метро, в каждом метро, в Берлине, стоят наблюдения, и каждая, за каждым их шагом идет наблюдение, и их поймают, вычисляют. И вот смотрите дальше, что происходит. Смотрите, что он делает. Она не слышит его, она его не видит даже. Она даже не... Оба, ногой ее, раз! Со ступенек вниз. Вот. Оба! Все, она слетела. Она страшно ударяет. Вот так. А теперь, кто кому интересно, девчонки, мальчишки, посмотрите это видео. Ужас! Вот она, благодарность за приют. Я внизу сделаю ссылочку. Сейчас я отвечаю на вопросы дальше. Это вот этой вот женщине я написала, которая мне написала, которая меня стыдит. Якобы вы большая молодец, но при этом, ну вы знаете, вот я вас понимаю, я, вы знаете, чувствую душой. Чувствую душой. Даже не знаю, почему настолько вот у меня развито это чувство. Дальше вы опять пишите. Извините, но если что-то я наполовину русская, половину украинка, меня не интересует, кто вы. Я людей чувствую душой. Я вас почувствовала. Я приняла. Я все поняла. Зовут меня Людмила. И вас зовут Людмила. И вот здесь вот Людмила Разумова тоже. Не надо читать Библию. Я все поняла. Поверьте мне, все я поняла. С Богом. С Богом. В настоящее время живу в Германии. Кушайте хлеб немецкий, пейте воду и не забывайте говорить спасибо. Дальше. Я написала вам, не утрируйте и не городите глупости. Я по конкретному факту показала вчерашнюю новость в шоке от этих мерзостей. Это шайтаны. Вот это мое мнение было, есть и будет. Я оставляю его так же. Все. Теперь я вас всех люблю. Я ответила на все ваши вопросы. Надеюсь, сполна. Будьте здоровы. Живите богато. Читайте. Обязательно читайте Слово Божье. Верьте в Бога. Это единственное, что у вас остается. Иначе будет вот так. Я вас люблю. Целую. Ваша Катя.